Видите, это кто? Это малышка, котеечка, которая ходит следом за мной, пока я тут рассказываю сказки про бабушкину яблоню. Она здесь решила поспать, здесь очень уютно. Вот здесь рядышком кипрей, киван-чай, здесь кошечка августовская, она спит, я ее не буду тревожить, сейчас я тихонечко, здесь сирень. Вот, сейчас я иду на грядки. Вот я ушла, вот эта малышка среагировала, тихонечко ушла, но чуть-чуть зацепила ветку, и вот она там будет спать, почивать. Вот такая у нас красота. У нас ощущается, ух ты, как быстро побежал, перемена погоды. Котенок, что он здесь лазает, вдвоем они играют, только один по земле, другой по веткам. Вот что это такое, свалится только так, там никого нет, мальских жуков нет, птички где-то в другом месте. О, не знаю, успела, не успела, кс-кс-кс-кс. Что такое? Под вечер они дуреют. Ну сейчас где-то приближается 20.00. Вот там у меня это, как она, парничок запрыгивает, я что, да, вниз головой срываю лишнее, они запрыгивают туда, вот ко мне типа, в песочницу, а растения ж нежные. Ты чего туда залезла? Там никого нет, киса. Это кто? Кисиолька. Ой, ну, наверное, они, если там их не беспокоить, они, наверное, благополучно спустятся. Вот, как бы вот так надо спускаться, вот так, вот так, вот так, вот так. И вот здесь вот травка. Это у нас от подсолнухов, для растопки хорошо. Ох, весело, конечно, бегают со всех сторон. Вот что он там ищет? Никого же нет. Майских жуков еще нет. Птичек нет. Они вдвоем играли, этот, тот, вот, прячется среди. Ку! Кррр! Нельзя! Кррр! Сильно боится? Кррр, ты шо! Запрыгивает сюда, к этой нежной рассадке. Помидорчики там еле-еле, душа в теле. Прячется за клеенкой. Так один на земле, а этот на абрикус выскочил. Давай, давай! Давай, быстрее слази! Ну, ладно. Может, ему там нравится. Может, он любит природу. С этой ветки можно прыгнуть на крышу от летней кухни. А вот, там Борислав сажает лучок. Я ковыряюсь еще в этой рассадке, и у нас перемена погоды ощущается. Опять вода-йод, вода-йод. Только что соскочил. Или это другой. И опять выскочил. Вот там вот, видите, вот в стороне города нашего, вот такие тучи собираются. Вот такие тучи. Вот такие тучи. На небе тучи. А на небе тучи, тучи. Дождик надо, но или ночью, или когда нас здесь нет. Ревени я только однажды прополола, окучила. Просто огромные. На глазах не помещаются в объектив. И этот тоже. А, этот уже зацветает! О-о-о-о! Здесь надо что-то лишнее обрезать, или что? Это ревень. Очень полезное, очень красивое растение. Здесь смородинки. А это что? Что на хуторе за звуки? Вот эта вишня шикарная, уже отсвела. Вот так. Ладно, пошла работать. Котята здесь устроили. В этих клеенках. Ой! Опять залез в это. И маркиз здесь ползет. Ой, нравится. Так, короче, они устроили. Здесь себе полигон. Сами себя развлекают. Аттракционом. Я сижу, прорываю вот это в этой. Маркиз. Еще маркиза там не хватало. Ай-яй-яй-яй. Короче, я головой вниз сюда, в эту тепличку. Маркиз. Маркиз. Опа. Со всех сторон коты. Были бы мы в другой части двора. Они бы тоже там нашли себе чем заняться. Нравится им вот это сидеть во всяких этих укрытиях. Вот клеенки я эти, которыми накрываю тепличку, скинула. Пожалуйста, залез туда. Типа там палатка. Там их два, кстати. Они играют. Чудо, Юда. Там второй сидит в этих волнышках. Короче, не дали посидеть. Второй сидит там законспирированный. Не дали этому посидеть. Так. Тут. Что вы положите? Подальше давай от меня. Сейчас полетели комарчики. Так. А этот тут сидит. Нормально. Сторожат, короче говоря. И такие нарциссики. Аромат. И маркизик там. Маркиз. Кс-кс-кс-кс. Маркизечку. Побежал. Киса. Свобода. Они ничего не нарушают. Даже прыгаю в этой тепличке. Где у меня там еле-еле помидорки. Какая-то серия. Ни одного не поломали. Соловьи поют. Вот там. В долинке. За колодцем. Ну-ну. Попозже будет громче. Сейчас они только начинают. Не дали даже почесаться. Кокотки почесать. Ладно. Вот так мы развлекаемся, короче. И вот во дворе бегает 4 кота. И один там пятый сидит. Вообще не мешают. Ни одной грядки мы не испортили. Сейчас рабочий процесс. Но мы можем наблюдать такую картину. Я, конечно, стою так вот, как у меня получилось. Вот, потому что они закрыли весь проход. Сейчас я с той стороны обойду эту парочку сладкую. Это вот этот изумруд, который выдернул нас с рабочих процессов. Повис я категорически против, потому что он полдня просится на руки. Но поскольку много работы, я его погладила и работу даже погладила. Уж как он не старался. Часа два просился. Ну, наконец, ему попался Борислав. И вот это он пользуется моментом. У нас прошел немножко дождик. Немножко, совсем полчасика может быть такого. Чуть-чуть легкого дождика. Но это для растений тоже освежение. Так вот, это перерыв для Борислава. Они потелепаются здесь вместе. И вот это изумрудоглазик, который, ну, так же он любит на руках. Он хочет поспать. Я сейчас не буду ему мешать. Мне жалко. Я понимаю, что он хочет просто поспать. Солнце на него светит. Тепленько, ветерочек. А Борислав будет уже стоя спать. Как лошадь, по-моему, спит стоя. Сейчас я поговорю еще дольше, так и нарушу сон. Ну, ладно. Всем хорошего вечера. Потому что у нас приближается уже к шести часам дело. К 18.00. Да, Борислав? Да. Ну, отдыхайте. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.